приветствую всех на канале короткий обзор перед заседанием фрс сегодня будет это заседание рынке застыли в ожидании сын пи находится на all-time high 4626 на данный момент ну собственно говоря у меня есть небольшой шорт я об этом говорил мне кажется что здесь вот это движение вот эта длинная волна она скорее всего должна закончиться и мы должны увидеть хотя бы какую-то небольшую коррекцию именно этого и ожидаем я пока что не уверен в том что будет какой-то серьезный обвал сейчас если закреплю чтобы не пропадать я не думаю что будет какой-то серьезный обвал рынке крайне сильны на данный момент но кто знает хочется иметь небольшую страховку на этот случай мы сейчас сделали ретест линии тренда линии тренда сейчас я покажу на днях очень четко она доработала мы пробили сейчас тестировали сверху поэтому это еще один момент который заставляет быть грубо говоря немного аккуратно в данный момент возможно фрс всех удивит но в принципе от него ждут сокращение курина 15 миллиардов ежемесячно главный вопрос наверно будет заключаться в том будут ли какие-то даны заключение по поводу поднятия ставки скорее всего они будут говорить о том что ставки менять они не собираются ближайшее время но рынок сейчас просит двойное поднятие ставки в следующем году будет интересно посмотреть на то как изменится эти точечки которые они ставят председатели фрс по поводу того когда они собираются поднимать эти ставки ну собственно говоря инфляция продолжает оставаться выше таргета фрс причем в два раза в последнее время растет доходность краткосрочных облигаций банки развитых стран таких как канады австралии и англии уже ужесточают свою политику поэтому настало наверное время фрс но вот интересно будет ли они как-то сегодня именно сегодня это ужесточение объявлять скорее всего да потому что все именно этого и ждут и в принципе пауэл об этом говорил кстати говоря еще один вопрос касается пауэлла байден до сих пор еще не решил оставить ли он его на посту председателя фрс в общем так что рынок подходит на хаях к заседанию как правило ну вот чаще всего бывает так что если мы приходим на хай то какая-то коррекция случается если мы приходим к фрс на коррекции этого случается всплески если честно прогнозирую что мы как раз делаем эту небольшую коррекцию до начала фрс а далее фрс опять всех успокоит и рынок продолжит свой рост не так давно публиковал свою дорожную карту она в принципе особо не изменилась только момент заключается в том что сейчас скорее всего на мой взгляд небольшая коррекция будет на фрс все-таки довольно перекупленным и на всех таймфреймах и на дневном уже довольно высоко зашли на четырех часах там наверняка есть и дивергенция ну вот собственно к чему подходим другой момент в котором я более уверен это поведение индекса доллара и соответственно евро доллара здесь мне кажется что мы делаем клин и сейчас мы как раз делаем завершающую пятую волну скорее всего я ожидаю что это движение как раз будет на фрс то есть я жду сейчас поход к верхней границе и далее разгрузку индекса доллара вниз если я увижу что этот сценарий будет сбываться я наверное буду покупать евро доллар в лонг с целью переписания хая в евро долларе соответственно все у нас деметрально противоположно здесь мы должны сходить к нижней границе этого клина ну и сейчас вот если посмотреть на график в принципе можно попробовать поставить цель может быть до самой нижней границы мы не дойдем куда-то в ноль шестьдесят один и восемь скорее всего евро доллар должен опуститься это у нас уровень находится 114 блин не вижу за собой сейчас минутку один четырнадцать с половиной может быть один тринадцать восемь вот где-то в этом рейнже имеется у меня такая такое желание купить евро доллара ну попробовать с коротким стопом опять же мы не должны переписывать низ первой волны так что все тормозит она у нас находится где вот она в районе один один с половиной то есть уход ниже отмена этого сценария вот собственно такие у меня взгляды сейчас на рынок nasdaq также силен как и сын пи обновил свой хай ну вот это последнее движение очень напоминает клин такое ощущение что где-то он должен уже кончаться на вот поэтому будем наблюдать за этим эту мощнейшего волну роста в любом случае нужно корректировать даже если фрс будет супер позитивным может быть кстати такой момент когда будет бычья ловушка после фрс будет вы нас наверх а только потом будет снижение по индексам рассел встречает заседание фрс рядом с вами ул тайм хайма находится уровнем 2 369 сейчас раз в 2 352 ну все собственно говоря все ждут инфраструкцию билл демократы обещают его принять со дня на день ну вот если его примут я думаю что рассел тогда пойдет делать свою пятую волну в конце концов он уже довольно долго в этом раньше торгуется и мы довольно близки к тому чтобы пробить эту отметку поэтому здесь кстати говоря нужно быть предельно аккуратным с шортами кстати говоря вот по поводу шортов тесла довольно много писал своем телеграм канале по поводу тесла в принципе угадал хай непонятно будет ли он окончательным в ходе этого был рано мне кажется что скорее всего тесла после коррекции еще сделает поход наверх ну что ж такое что все это все так тормозить то павел обрывает мне все вот собственно я предполагал что от 1220 мы начнем снижаться ну вот на постмаркете как раз так и было по поводу геометрии рынка то что я писал сейчас вам покажу вот он этот уровень в котором мы ударили это параллельный канал параллельная линия той который проходит внизу как поддержки этого тренда соответственно ударились верхнюю границу канала в котором мы торговались ну и собственно небольшая реакция пошла пока что свечки вроде выглядит неплохо для медведей но тесла это такая штука жареная конечно она может очень сильно всех уделить я читал статью на зира хочу по поводу этого роста предполагается что он происходит не на интересе ритейла а на интересе крупных каких-то хедж фондов поэтому в принципе здесь могут быть неожиданности мне кажется что скорее всего если все это уже начало пятой волны то скорее всего здесь мы имеем ситуацию 1 2 а сейчас мы делаем 3 будет 4 может быть она будет пониже может быть она уже где тут закончится и потом еще сделаем пятую волну мне так кажется но в принципе учитывая то что здесь уже есть сильный уровень и мы от него начали снижаться пока что наверно шорт имеет смысл держать ну и поставить стоп за границу этого канала то что если мы пробиваем делаем ретест то тесла спокойно может сделать 1500 если оставимся здесь пока можно будет надеяться на то что на слабости рынка и тесла немножко откорректируется у меня небольшой шорт открыт ну такой чисто символический чтобы поучаствовать в этом интересном эксперименте на всех таймфреймах мы зашли довольно высоко в перекупленность ну вот собственно и все наверное что хотел сказать наверно стоит добавить по поводу викса викс находится практически на all-time low со момента вот этой всплеска коронавирусного 16 он опускался еще ниже уровень 14 8 ну это практически самое низкое значение он было немного ниже 1 июля поэтому здесь также у викса как будто бы еще есть место куда снижаться потому что поддержку не проходится в районе десять с половиной но опять же есть такой горизонтальный уровень проходит поэтому можно ожидать что ну всплеск какой-то волатильности должен быть на фрс поэтому мне кажется что скорее всего день-два мы будем делать коррекцию какая она будет уже будем смотреть по ходу того как будут развиваться события по ходу того какие волны будут рисоваться пока что у меня ожидания такие и в принципе не исключает то что сегодня может быть еще тучок наверх но в любом случае я даже на этом точке буду держать свой шорт наверное куда-то до 4 670 если мы дойдем то в принципе я свою позицию сохраню и буду смотреть уже на более значительную коррекцию если мы прямо сейчас туда доболзем на этом все напишите в комментариях что вы думаете по поводу фрс рынка будет ли он сейчас расти или настало время уже в конце концов для этой коррекции ставьте лайки помогает продвижению этого канала и до встречи в следующих видео наверное после фрс может быть сделан небольшой экспресс-обзор